Сегодня мы поговорим про главный витамин для нашего мозга, то есть тот витамин, который влияет на память, скорость мышления, эмоциональный фон, на нашу способность к запоминанию новой информации. Я думаю, многие уже догадались, что сегодня мы будем говорить про фолиевую кислоту. Дефицит фолиевой кислоты встречается очень часто. Это обусловлено как нашим питанием, то есть развитие промышленности, так и потребляемыми препаратами, которые уменьшают усвоение фолиевой кислоты. В первую очередь из наиболее частых препаратов это препараты нестероидные противовоспалительные, аспирин, парацетамол, кардиомагнил и так далее, и препараты группы метформина, сиафор, глюкофаж, богомет и так далее. Эти препараты тоже уменьшают усвоение фолиевой кислоты. Зачем нашему организму нужна фолиевая, то есть на что она влияет? В первую очередь фолиевая кислота регулирует работу мозга. Она регулирует память, скорость мышления, внимание, нашу работоспособность. Также фолиевая кислота регулирует эмоциональный фон, то есть она влияет на содержание нейромедиаторов дофамина, норадреналина. И за счет этого она регулирует, как же мы себя чувствуем, в каком настроении мы просыпаемся. Следующая функция фолиевой это регуляция клеточного деления. Фолиевая влияет на синтез ДНК и РНК, а значит влияет на то, насколько быстро обновляются наши клетки. То есть прямое влияние на кожу, волосы, слизистые, то есть губы, ротовая, полость, язык. На это все влияет фолиевая кислота. Кстати, так же, как и витамин В12. Что еще делает фолиевая? Фолиевая отвечает за энергообмен. Причем это касается как энергообменов в каждой клеточке нашей организма, то есть фолиевая влияет на выработку АТФ, основного источника энергии в клетках, так и фолиевая влияет на функцию щитовидки. А как мы знаем, щитовидная железа это главный орган энергообмена в организме человека. То есть сила, энергия, насколько мы легко просыпаемся, наш теплообмен, то есть мерзнем мы или нет, состояние кожи, волос, состояние либидо, это все регулирует щитовидка. И вот дефицит фолиевой кислоты провоцирует снижение функции щитовидки, то есть провоцирует развитие гипотириоза. Следующая функция фолиевой это регуляция состояния периферических нервов. Многие пациенты жалуются на полинейропатии, когда немеют ноги, мерзнут ноги, судороги, чувство ползанья мурашек, немеют руки. Это все признаки нарушения проведения импульса по нервным волокнам, то есть признаки полинейропатии. При дефиците фолиевой полинейропатия усугубляется. Следующая функция фолиевой это детоксикация. Фолиевая влияет на обмен глютатиона, то бишь на функцию печени, нашего главного органа, который выводит продукты обмена, продукты метаболиты гормонов и так далее. То есть низкая фолиевая ухудшает работу печени по детоксикации. Следующее это состояние крови. Фолиевая необходима для нормального обмена железа, для нормальной выработки гемоглобина. То есть напрямую влияет на кроветворение. А как мы знаем, друзья, при анемии, анемия будь то вызвана дефицитом железа, дефицитом фолиевой, дефицитом В12, дефицитом С, у нас же страдает не только сама по себе система крови. При анемиях у нас кислородное голодание всего организма. То есть системы анемии, соответственно симптомы анемии, они системные. То есть слабость, утомляемость, нет сил, бледность, вываливаются волосы просто пучками, ужасное состояние кожи, депрессии и так далее. Это все симптомы анемии. И при дефиците фолиевой анемия усугубляется. То есть фолиевая применяется в лечениях анемии наряду с препаратами железа. Кроме того, фолиевая влияет на состояние сердца и на состояние сосудов, как напрямую влияние на эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов, мы помним клеточное деление, обновление эндотелия в том числе, так и через регуляцию уровня гомоцистеина. Кто давно смотрит мои видео, помним, что гомоцистеин это маркер состояния эндотелия, маркер кардиологических рисков. Низкая фолиевая приводит к тому, что у нас растет гомоцистеин, повреждается эндотелий сосудов, соответственно выше риски инсультов, инфарктов. На что еще влияет фолиевая? Фолиевая еще влияет на вязкость крови. То есть при дефиците фолиевой выше риски развития тромбозов. Какие симптомы дефицита фолиевой кислоты? Слабость, сонливость, низкий эмоциональный фон, ухудшение памяти, ухудшение скорости внимания, развитие депрессии, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, головные боли, синдром беспокойных ног, когда постоянно дискомфорт, какие-то анемения, хочется пошевелиться, полинейропатии, нарушение работы сердца, развитие анемии и прочее, прочее, прочее. То есть симптомов множество, потому как точек приложения фолиевой великое множество в нашем организме. Какие основные источники фолиевой? Если изначально смотреть на название, фолиум, да, это лист с латинского. То есть вообще большую часть фолиевой кислоты из питания мы получаем именно из листовых овощей. Если в древности действительно человек употреблял большое количество листовых овощей, богатых витаминами и микроэлементами, то сейчас применяются ускоренные технологии роста овощей. Плюс овощи растут в теплицах, без солнца, на неполноценных почвах, то есть из овощей мы недополучаем фолаты. Плюс в зависимости от того, какой фолат мы получили, биодоступность составляет от 10 до 90%. То есть мало того, что мы недополучаем в питании фолатов, так еще и часто мы получаем продукты с низкой биодоступностью. И в итоге многие пациенты приходят на прием с низкой фолиевой. То есть мы сдаем кровь из вены на витамины и микроэлементы, смотрим об фолиевая низкая. Понятно, что ее нужно поднимать. Как мы поднимаем фолиевую? Да, это может быть и питание, и плюсом, конечно же, это лекарственные препараты. То, что касается препаратов фолиевой, скажу сразу. Фолиевую назначает только врач. Почему? Потому что фолиевая влияет на скорость клеточного деления. То есть если у человека были раньше онкологические процессы, либо же имеются сейчас онкологические процессы, то с фолатами, с витаминами группы В, это В12, в частности фолиевая, в частности мы очень аккуратно себя ведем. То есть только с разрешения врача-онколога. Если же у человека не было никаких новообразований, но есть сниженная функция печени почек, опять же, очень аккуратно назначаются витамины и микроэлементы, и дозы подбираются в зависимости от состояния внутренних органов. То есть фолиевую кислоту назначает врач по дозам. Для беременных женщин дозы выше, чем для небеременных, потому что фолиевая кислота отвечает за формирование головного мозга ребеночка, и отвечает за формирование сердечно-сосудистой системы. То есть фолиевая беременным назначается очень и очень часто, и назначается в более высоких дозах, то есть средние дозы, суточные. Когда мы принимаем фолиевую курсом, у небеременных людей, мужчин и женщин, это 200-400 микрограмм в сутки. У беременных женщин дозы выше, то есть 800 до 1000 микрограмм в сутки. И беременным, и небеременным пациентам фолиевую назначает врач в зависимости от уровня фолиевой кислоты в крови, от состояния внутренних органов, от наличия сопутствующих заболеваний и от того, какой анамнез по новообразованиям. Были новообразования растущие, либо же нет. То, что касается применения фолиевой, фолиевая в виде добавки к пище, то есть в виде препаратов, применяется курсами. Мы подняли фолиевую и далее ее убрали. То есть, например, такого, как с применением витамина D, когда мы пьем долго в низких дозах на поддержание, в отношении фолиевой кислоты такого нет. То, что касается подбора фолиевой, кто подбирает? Подбирает тот доктор, который умеет подбирать дозы витаминов микроэлементов, то есть который имеет специальное нутрициологическое образование. Все врачи в нашей команде умеют подбирать дозы витаминов и микроэлементов. То есть, друзья, если вы хотите пропить фолиевую, хотите пропить витамин B12, сдали все анализы, обратились к врачу и вместе с врачом подбираем безопасные и эффективные дозы. Топливо для мозга. Четыре простых способа улучшить память. Обычный человек за 20 минут способен запомнить и воспроизвести последовательность из 25-30 несвязанных между собой слов. Участники чемпионата мира по памяти за 15 минут осваивают случайный набор из 300 текстовых элементов. Врожденные способности здесь ни при чем, уверяют ученые. Производительность памяти и скорость запоминания можно натренировать, если подойти к делу с умом. Мысли упражнения. В конце 2016 года ученые из Нидерландов, США и Германии обучали пять десятков добровольцев в возрасте от 24 до 27 лет запоминать последовательности из 72 слов. Участников эксперимента разделили на три группы. Первая тренировала кратковременную память. Вторая обучалась по методике так называемой локусной тренировки. Элементы списка в данном случае слова связывались с определенным местом, ориентируясь на которое человек может правильно воспроизвести последовательность. Добровольцы из третьей команды не делали ничего. Они выступали в качестве контрольной группы. Перед обучением участники могли запомнить примерно 25-30 слов из 72. После шести недель интенсивных тренировок добровольцы, обучающиеся по локусной методике, правильно воспроизводили в среднем на 35 слов больше, чем прежде. Те, кто пытался улучшить кратковременную память, выучивали на 11 слов больше, а члены контрольной группы примерно на 5 слов. Четыре месяца спустя, в течение которых не было тренировок, добровольцев снова попросили пройти эти испытания. И опять лучшие результаты показали те, кто использовал локусный подход. Производительность их памяти увеличилась примерно на 22 слова, по сравнению с уровнем в начале исследования. У первой группы никакой разницы с первоначальными показателями не было, а вот у тех, кто вообще никак не тренировался запоминать новые слова, результаты даже ухудшились. Сканирование мозга участников исследования показало, что у тех, кому удалось значительно улучшить свою память, изменились функциональные связи между нейронами. Они стали более прочными. Речь идет о двух отделах головного мозга, медиальной и префронтальной коре, которая активируется, когда люди соотносят новые знания с уже полученными, и правой дарсолатеральной части префронтальной коры, считающейся субстратом кратковременной памяти. Выброс гормонов. Память можно улучшить и обычными физическими упражнениями, показала работа британских и нидерландских ученых. Они попросили добровольцев запомнить ассоциации между изображениями и расположением меток на экране компьютера и воспроизвести их по памяти. На следующий день испытания повторили. Лучшие результаты показали те участники, которые занялись спортом через 4 часа после первого этапа эксперимента. Физические упражнения, выполненные сразу после запоминания материала, заметного влияния на производительность памяти не оказали. Авторы исследования предполагают, что спорт повышает выработку норадреналина и дофамина. Эти нейромедиаторы стимулируют активность гиппокампа участка мозга, играющего ключевую роль в формировании долгосрочных воспоминаний из кратковременной памяти. Согласно исследованию ученых из Эксетерского университета, Великобритания, люди, употребившие алкоголь после обучения, запоминают информацию лучше трезвых. Исследователи попросили 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет, не злоупотреблявших спиртным, выучить несколько десятков слов, которые были похожи на настоящие, но содержали лишние буквы. Затем испытуемые прошли тест, оценивающий количество запомненных элементов. После этого части добровольцев разрешили в течение двух часов выпить столько горячительного, сколько они считали нужным. На следующий день в крови всех участников замерили уровень алкоголя и попросили вновь пройти тест. Среди лидеров по количеству набранных баллов оказались те, кто накануне выпивал. Причем чем больше промилле было в организме испытуемых, тем лучше был результат теста. Ученые объясняют этот эффект возможным влиянием алкоголя на процессы, происходящие в мозге во время сна. Хотя уточняют, что это только предположение. Чем чаще крысы занимаются сексом, тем лучше у них работает гиппокамп, обнаружили американские ученые из Принстонского университета. У человека эта область мозга играет ключевую роль в запоминании слов. Переносить результаты, проведенного с грызунами эксперимента на людей нельзя, но некоторая корреляция наблюдается по крайней мере в отношении женщин. Канадские исследователи выяснили, что представительницы прекрасного пола, много времени уделяющие любовным утехам, лучше запоминают абстрактные слова. А вот память на лица от частоты секса не зависит, поскольку за нее отвечает другой отдел мозга. После 50 лет занятия сексом, одинаково хорошо сказываются на памяти независимо от пола. Согласно работе австралийского психолога Марка Аллена, частый секс позволяет пожилым людям поддерживать память на более высоком уровне. Ученый опросил о физической активности, сне, употреблении алкоголя, курении, предпочтениях в еде и интимной жизни около 6 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. Затем участникам исследования предложили пройти тест, в ходе которого надо было запомнить и воспроизвести 10 слов. Два года спустя и опрос, и задание на память повторили. Оказалось, что в целом за этот период, качество памяти у всех участников ухудшилось, но те, кто продолжал вести активную половую жизнь, лучше запоминали материал. С возрастом ухудшается не только физическое, но и интеллектуальное состояние. Причем страдает не только способность восприятия, запоминания, новой информации, но и использования имеющихся знаний и умений. Исправить или облегчить ситуацию помогают народные рецепты и лекарства для улучшения памяти у пожилых людей. Общие рекомендации. Снижение эффективности работы мозга может стать следствием естественных процессов старения, ухудшения кровообращения в результате образования холестериновых отложений, утраты гибкости сосудов, истощения капилляров. Важными факторами также являются перенесенные черепно-мозговые травмы и различные заболевания. Большое значение имеет образ жизни, рацион престарелого человека. Ухудшение мозговой деятельности также может носить наследственный характер и являться первыми признаками развивающейся деменции. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Для нормализации функционирования мозга не следует изначально приобретать лекарства, улучшающие память в пожилом возрасте. Нужно начать с изменения образа жизни. Придерживаться норм здорового питания, употреблять в пищу крупы, цельнозерновые. Свежие помидоры, жирную рыбу, содержат полезные омега-кислоты, орехи, чернику, тыквенные семечки, мед. Снизить употребление мучного, не увлекаться крепким чаем и кофе. Не злоупотреблять алкогольными напитками. Создать здоровое окружение стрессы. Нервные перенапряжения негативно сказываются на умственной деятельности, поэтому важно делать перерывы в работе, хорошо отдыхать в ночное время, больше смеяться. Выполнять физические упражнения умеренной нагрузки стимулируют кровообращение. Причем медики рекомендуют регулярные занятия проводить с тренером, который подберет упражнения с учетом общего состояния здоровья своего подопечного. Совершать прогулки на свежем воздухе в любое время года это способствует стимулированию кровообращения, насыщению клеток кислородом, активации нейроны в головном мозге. Тренировать память хороший метод для этого – заучивание стихов, разгадывание головоломок и кроссвордов, изучение иностранного языка. Задания и игры – эффективные методы для восстановления памяти. Задания и игры – эффективные методы для восстановления памяти. При незначительных нарушениях возможно восстановление памяти в пожилом возрасте народными средствами. Целители предлагают разнообразные составы на основе трав, кореньев и другие. Отзывы свидетельствуют, что хорошо помогает настойка из обычного чеснока. Для ее получения необходимо мелкорубленный чеснок, средняя головка, залить подсолнечным маслом и оставить в темном месте на три недели. Готовую настойку, одной чайной ложки, плюс чайной ложки лимонного сока, следует употреблять перед едой. Рецепт не подходит пожилым людям, с больным желудком или заболеваниями почек. Травяной сбор. На стакан – 200 мл. Кипятка требуется 5 г листа ежевичного, по 4 г пахучего эсменика и пустырника, по 3 г болотной сушеницы и листьев амелы, 2 г плодов боярышника. Сбор запаривать в течение 30 минут. Пить его нужно по 3-4 станции в сутки. Настойка из клевера. В 300 мл – 1,5 стакан. Кипятка заварить 1 столовой ложки, с горкой, цветков. Настаивать 2 суток, выпить за 3 раза перед едой. Китайская медицина рекомендует народные средства для памяти, пожилым на основе молотого имбиря или корня женьшеня. Медикаментозное лечение нарушений памяти. Любое лекарство для восстановления памяти у пожилых следует принимать с осторожностью. Чтобы избежать осложнений в виде побочных эффектов, лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом, который знает весь анамнез, историю болезни, пациента. Он подберет наиболее эффективный препарат. Преимущественно рекомендуется применение нейрометаболических стимуляторов, ноотропов и витаминных комплексов. Их прием оказывает общее положительное воздействие на головной мозг, тем самым достигается и улучшение процесса запоминания. Также их плюс минимальные противопоказания. Только при значительных патологиях прописываются более серьезные препараты. Традиционное средство глицин. Реализуется в форме таблеток, имеет мягкое действие. Показан не только престарелым людям, но и молодежи в период сильных нагрузок и после черепно-мозговых травм. Он способствует регулированию обмена веществ, снимает тревожность, помогает при склеротических проявлениях, устраняет бессонницу. У глицина нет противопоказаний. Однако некоторые старики отмечают сонливость и появление шумов в ушах. Также возможен эффект привыкания. Современное лекарство для восстановления памяти у пожилых людей, без побочных эффектов на опепт. Отпускается без рецепта, применимо в комплексной иммунотерапии. Оно направлено на улучшение когнитивных функций, памяти, внимания, снятия раздражительности, тревожности. Также таблетки оказывают антиастеническое, вегетотропное действие. При этом не обладает значительным стимулирующим эффектом, не вызывает сонливость. Видимые изменения наступают после 14-15 дней приема. Перацитом активирует обменные процессы и кровообращение, оказывает умеренное противосудорожное воздействие. Его часто прописывают при атеросклерозе, расстройствах нервной системы, травмах. Лекарство может вызвать аллергические реакции, обострение сердечных заболеваний. Поэтому его прием допускается только по назначению доктора. Перацитом реализуется в таблетках, капсулах, ампулах. Также прописываются другие препараты, которые вводятся инъекционно или принимаются перорально. Подбор лекарственного средства производится, исходя из имеющихся у пожилого человека болезней и возможных осложнений, побочных действий. Витаминные комплексы. Вместе в лекарственными препаратами терапию, часто дополняют витаминами. В них обязательно должны присутствовать жирные кислоты омега-3, передоксин, В-6, и тиамин, В-1. Популярностью пользуются комплексы на основе женьшеня. Также могут предлагаться составы. Витрум-мемори способствует обогащению мозга кислородом, усилению усвояемости новой информации. Золотой йод помогает при ослаблении способностей к запоминанию, головокружениях, частых головных болях. Циковид усиливает умственные возможности. Восстановление памяти в золотом возрасте – сложный и многогранный процесс. Он включает как медикаментозное вмешательство, так и правильный образ жизни, сбалансированное питание. Хорошие результаты показывает прием народных средств и методики тренировки памяти. Только комплексный подход и чуткое отношение близких позволят добиться видимых результатов. Субтитры создавал DimaTorzok